желтый базар сегодня я снимаю на улице поэтому пойду итак я снимаю сегодня желтый базар желтый потому что стены внешнего контура окрашены желтый цвет но сегодня как мне повезло как всегда сегодня санитарный день поэтому я краешком только пойду базар павильоны которые открыты вот такой открытый ангар здесь промышленные трава велосипеды все такое продается я не смогу обойти виде базаром огромный несмотря на то что многое закрыто просто представлю различные здесь там и нужно кое что купить и поэтому я сюда и пришел обычные товары всякие носки и все такое канцелярские товары велосипеды все сочном базаре а вместе продается рядушка продают здесь и просто на улице без всяких павильонов и в таких открытых рядах цен на большинстве товаров нет нужно спрашивать спрашивать и торговаться наверно тоже можно ассаламу алейкум скажите такие ботинки зимние что-то типа того зимние ботинки вот такие да сапоги надо ну сапоги или ботинки неважно шатенька вот так ботинки такие да сколько вот таких стоит пример 25000 до 10000 деньги но они хороши на зиму будут здоровской да точно такие вот подвесили вот такой 16 16 хорошо я похожу еще посмотрю спасибо а кроссовки почем у вас ну такие самые простые 9000 спасибо ты узнал про возможно потом куплю позже пойдем отсюда огромный рынок здесь можно долго ходить и выбирать товары себе я не очень люблю спрашивать цены это я не особо любитель торговаться на базарах поэтому не обижайтесь решение не сильно ты их узнаю в основном женская одежда то не попался так женский ряд увидимся здесь огромное разнообразие разная одежда естественно на вкус и цвет и на кошелек а она по разным ценам внутри таких павильонов конечно же теплее ветер не дует какие-то я женские виды попал прямо таки женские женские вещи сегодня понедельник и еще утром можно сказать народу немного ну естественно здесь же различные закусочные можно подкрепиться если захотел кушать и мы видим что стены здания каждому желтый цвет этот признак желтого базара постельное белье в общем то чисто на базаре я могу сказать что бывает базар и гораздо гораздо хуже здесь все нормально здесь прилично видимо и администрации сами торговцы следят за чистотой вот мы видим национальные наряды продаются платки платья кофты очень красивые это больше женская все-таки одежда чем мужской и я попал в такие ряды просто конечно нужно знать места куда идти потому что так можно ходить как я бесконечно бесконечно долго смотрим куртки часто бывает что куда станет куртка мужская на зиму теплая сколько будет стоить какая-нибудь недорогая недорогая куртка зимняя недорогая зимой куртки да да вот на продел на меня ну сколько сама недорогая знаете у меня меньше 25 нет у меня есть слушайте куртки который допустим я уже успел продать которая создана две это не могу сам тому же это мое дело докажите покажите хотя бы какую который я могу вам за 20 сделать я понял вас да ну например например вот длинная ага вот это среднее 20 25 до 20 отдам ясно так как как запомнить где вы живете как это 7 7 4 контейнер хорошо я еще еще похожу конечно посмотрю как 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 и зачем как на базаре принято похожу посмотрю посмотрите подходите спасибо такую дал есть хорошо хорошо спасибо вот можно по узнавать поспрашивать вот сумки мне нужно зимняя одежда я собираюсь покидать актау не потому что мне здесь не понравилось мне здесь очень даже понравилось просто есть одно дело в другом месте и наверное сейчас если вы смотрите этот репортаж я уже конечно в другом месте нахожусь и будут репортажи о другом несколько так ну вот носки носки я хочу теплые тоже купить хотел теплые носочки есть теплые верблюжьи по 600 по 800 по 700 рублей из барана сейчас что-нибудь себе куплю купил носки за 600 тенге верблюжьи такая хорошая шерсть теплая остальные вещи куплю попозже вот обувной ряд не попался можно расплатиться карточкой спокойно ну в смысле по номеру телефона caspy gold это позволяет такая светлая светлый ряд такой естественно можно долго искать и искать по ценам что-то дешевле что-то дороже здесь и можно повторяюсь торговаться если у вас есть к этому охота и талант так попробую пройти все-таки сюда посмотреть можно ли купить что-нибудь из продуктов вот шторы мы видим ряд хозяйственных товаров так вот можно покушать покушать нет покупателей что-то здесь огромное количество различных товаров на любой вкус я бывал на других базарах они вызывают такое немножечко чувство неприятное тесно там грязно вот здесь желтый базар все-таки даже на улице он весьма хорош так но что здесь то в этих павильонах или они все закрыты или не все сейчас посмотрим данный день мне не надо все же есть здесь же можно поменять деньги по принципе неплохому курсу лучше чем банк и это безопасно на самом деле все закрыто есть попрошайки также в некотором количестве это наверное неизбежно на базарах да к сожалению желтый павильон желтый самый главный такой отдел продуктовый закрыть сегодня на санитарный день не попал на него не поснимаю но жаль конечно там все вкусности ну ладно чтобы поделать поеду покупать мясо в магазин здесь же кстати можно подшить перешить какие-то вещи прямо здесь на базаре но я буду заканчивать репортаж небольшой потому что то что мне нужно я уже купил продуктов здесь сегодня нет к сожалению поэтому до новых встреч подписывайтесь на мой канал про окта у меня множество репортажа кто не видел смотрите в казахском плейлисте но я направляюсь другое место всем пока